Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Вы смотрите новости на АТВ в студии Анна Зуева. И вот, что вы сегодня увидите. Где они? На кармане у кого-то? У чиновников или у ИП Домшоева? В Бурятии застройщика домов для сирот обвиняют в хищении почти 200 миллионов рублей. Сейчас он в СИЗО. Задержан и замминистра строительства Сергея Рыбальченко. Мы прорабатываем все варианты, вплоть до введения режима ЧАЭС. Большая свалка. Региональный оператор объявил о расторжении договора и уходе из республики. В Лан-Удэе. Любим. Хороший, да. Лидер рок-группы ДДТ дал концерт в Лан-Удэе и эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Начнем с главной новости. В Бурятии задержали замминистра строительства Сергея Рыбальченко и бизнесмена Сергея Домшоева. Оба главные фигуранты скандального дела об обманутых сиротах из Сотникова. Напомним, в 2016 году более 250 воспитанников детских домов получили непригодные для проживания квартиры. Возбуждено уголовное дело о превышении своих служебных полномочий должностными лицами Министерства строительства Бурятии при приемке указанных жилых помещений, оказавшимися непригодными для проживания. В рамках предварительного следствия предъявлено обвинение заместителю министра Сергею Рыбальченко. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Сергея Домшоева по признакам преступления, предусмотренного по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Организованную группу лиц, скорее всего, следствие не установлено. Но у нас есть просто люди на местах, которые напрямую ответственны. И когда вот эти люди на местах, в том числе чиновники, начнут нести прямую ответственность, вплоть до уголовной, вплоть до лишения свободы, я думаю, в следующий раз другие люди уже, находясь на своих постах, задумаются, стоит ли сотрудничать с подобного рода организациями. По версии следствия, дома для сирот возвели с грубыми отклонениями от строительных норм и правил. Минстрой, в свою очередь, несмотря на явные дефекты, подписал акты приема. На основании всех доказательств Домшоева обвинили в хищении около 200 миллионов рублей. Час назад прошло судебное слушание и была выбрана мера пресечения для Сергея Рыбальченко. Что заставило расплакаться жену замминистра и где высокопоставленный чиновник будет дожидаться суда по уголовному делу? Об этом в репортаже Никиты Суханова. Еще несколько дней назад Сергей Рыбальченко спокойно сидел в своем кресле и наверняка попивал кофе, даже не подозревая, насколько понедельник – день тяжелый. Его адвокат рвал и металл, но все его попытки разбивались об аргументы следствия. За адвоката, который хотел смягчить наказание и выбить для замминистра домашний арест, то и дело вступался сам обвиняемый. Но все тщетно. Своё он уже выговорил. Единственным аргументом у Сергея Рыбальченко была его семья. У него престарелая мать, на иждивение один несовершеннолетний сын и еще один с ДЦП. На это давили и все родственники. Жена периодически плакала, однако слезы для суда – не доказательство. А вот сироты, которые не первый год мерзнут в своих якобы уютных и теплых домах, и их показания – уже аргумент. Рыбальченко может уничтожить все следствия и препятствовать этим. Также могут помочь близкие и родственники в этих уничтожениях. Там доказательства. У меня просьба не отпустили на экспертаж. В оглашенных вами актов экспертизы также имеются приложения актоприемки жилых помещений. Вот конкретно по моему доверителю Степаненко есть акт, подписанный Рыбальченко как председателем полиции. И этот же акт им же самим утвержден, как исполняющим обязанности министра. То есть это лишний раз подтверждает тот факт широких полномочий Рыбальченко, который поможет применить в случае избранной мере пресечения, Приговор оставили в силе и Сергей Рыбальченко пробудет в СИЗО как минимум до 5 февраля. Сейчас же идет подобный процесс и по Сергею Домшоеву. Результаты мы объявим уже завтра. Никита Суханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Скандальная эпопея о некачественном жилье для детей-сирот тянется уже три года. Все это время собственники карточных домиков безуспешно пытаются отстоять свои права. Судятся, выступают на федеральных телеканалах, заказывают недешевые независимые экспертизы. Чингис Ачиров напомнит хронологию событий. 2014 год. Минстрой Бурятии проводит торги на строительство 254 квартир в поселке Сотниково. Весь жилой фонд по госпрограмме рассчитан для детей-сирот. В этом же году открывается компания ИП Домшоев, и она же побеждает на аукционе. Сумма всех контрактов около 200 миллионов рублей. Спустя год застройщик уже начинает раздавать сиротам первые квартиры. С виду ухоженные домики, с ремонтом и всем необходимым. В общем, все, как и обещали. У нас каждый день приезжают потенциальные жильцы. Они приходят, смотрят, все дотошно проверяют, спрашивают, где что-то непонятно. Мы всегда объясняем, что, как, где. Ну, нареканий не было. Но не прошло и трех месяцев, как все скрытые недостатки полезли наружу. Грибок, плесень и трещины проявились уже после первой протопки печей. У нас начались проблемы вот с холодом, с окнами, короче, с окон дуют и с дверей дуют. Полы холодные. Ванны и трещины, они тоже, их не было там, они появились. Не знаю, каким образом они там появились, но, в общем, есть. Вот внутри вываливаются кирпичи вот кусками прямо. Дым, когда подкидываешь, и все отсюда войдет, огонь просвечивает, дымится. Вон, видите, там все насквозь, вот даже эти арматуры, как они стояли, на полностью ширине двери. На всю толщину дверей, насквозь, все промерзает. И такие подарки от души, но с душком получили более 250 семей. На каждую квартиру полагалось по 800 тысяч рублей. Сколько потратили на самом деле, страшно представить. Почитать примерную экономию сироты пытались через независимые экспертизы. Этот эксперт оценил эти дома в не более 200 тысяч. Внутренняя отделка 4 тысячи. Балки не те, отдушинов нету, то есть печь не так состоит. И вот вы представьте, где остальные деньги? Где вот эта разница? Если бы оценили в 200 тысяч одну квартиру, и оценка там 4, то плюс-минус, ну, вот эти даже, пусть 500 тысяч. Где они? На кармане у кого-то? У чиновников или у ИП Домшоева? В разумительных ответов по этому поводу не дал никто, ни застройщик, ни Минстроя Бурятии. Добиваться справедливости пришлось через суд с большим коллективным миском. Там же на дом заседаний во всех бедах ответственные лица обвинили самих сирот. Да, это шикарная вещь. То есть ты заселяешься в дом и начинаешь его активно ломать. Ну, наверное, спишь, не знаю, ночью, еще что-нибудь, и дом ломается, прямо осыпается под тобой. Ну, это чушь, конечно. Это попытка перекинуть с больной головы на здоровую. То есть найти где-то в другом месте ответственных за это. Мы, может, понимаем, кто ответственный, прекрасный. Как итог, возбуждено уголовное дело, ответственные лица задержаны, а судебное разбирательство по признанию домов непригодными для проживания продолжается до сих пор. Ченгис Ачиров, телекомпания АТВ. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России выручили заблудившихся рыбаков. Рыбаки из города Байкальск сами сообщили спасателям о том, что из-за метели заблудились в районе посольского Сора Кабанского района. Поисковая операция заняла считанные минуты. Троих человек обнаружили в 15 километрах от подразделения, в зимовье. Уже через 10 минут их доставили на базу Култушная. От дальнейшей помощи они отказались. Всего в спасательной операции было задействовано одна единица техники и три человека. Как стало известно спасателям, мужчины вышли на рыбалку с турбазы Култушная и попали в пургу. Они потеряли ориентиры и не смогли вернуться самостоятельно. От метели они укрывались в случайно обнаруженном зимовье. Шантаж или отчаяние региональный мусорный оператор объявил. Он расторгает договор и уходит из республики. Жители Бурятии останутся со своим мусором один на один. Известно об этом стало вчера. А уже сегодня Кальянс заявил, что остается главным по мусору. Правда, это опять не точно. В чем причины такой неуверенности и не превратится ли Бурятия в одну большую свалку? Подробности Димарша в нашем следующем сюжете. С 1 января на рынке отходов появятся новые правила. Полигоны ТБУ просто не примут неазортированный мусор. На решение проблемы осталось меньше трех недель. А выбранный региональный оператор иркутская компания «Экоальянс» объявил о своем уходе из республики. Он несколько предложений нам прислал в письменной форме. Мы их сейчас рассматриваем. В том числе, как крайнюю меру, предложения о расторжении. У нас единственная задача есть, чтобы с 1 января у нас республика не засыпалась мусором. Мы прорабатываем все варианты, вплоть до введения режима ЧАЭС. Одной из причин мог стать проваленный конкурс по Улан-Удэ. Столица Бурятии сегодня производит половину всех отходов. И региональный оператор попытался провести для города отдельный аукцион, но не смог найти себе помощников по уборке. На конкурс не вышел никто, даже городской комбинат по благоустройству. Стали разговаривать с перевозчиками. И среди перевозчиков почему-то услышали слово «саботаж». Комбинат по благоустройству, видимо, решил изъявить инициативу и взять весь город в конкурсах под свое так называемое крыло. И после того, как поведет, передать все это своим перевозчикам мусора по городу Улан-Удэ. На что перевозчики откликнулись, скажем так, с нежеланием. Все просто. По конкурсу цена была 240 рублей, а мусорным перевозчикам комбинат предложил работать за 177. Возить отходы задаром никто не захотел. Выходить на конкурс самостоятельно перевозчики тоже оказались не готовы. В итоге на два городских района зашли чужаки – федеральная и иркутская компании. А самый большой – октябрьский – до сих пор не прикрыт. Внесены поправки в законопроект, которые позволяют, и, наверное, этот законопроект будет принят, которые позволяют заключать договор напрямую. Без торгов можно выбирать будет регоператора в течение года. А как же? Точнее, на год можно будет заключиться. В то же время регоператор на камеру свой уход не подтвердил. Наоборот, заявляет о полной боевой готовности. Мы все процедуру соблюли. Все, что нужно, сделали. Тарифную комиссию подали. На следующей неделе ждем утверждения тарифа. С 1 января мы планируем приступить к работе. Считаю, что готовность полная. Остаются штрихи. Точка в мусорной истории может быть поставлена лишь в конце декабря. В 20-х числах региональному оператору должны утвердить новый тариф. Евгения Геранина, Илья Балханов, Федор Моданов, телекомпания АТВ. Бурятия уходит от аналогового вещания и переходит на цифровое. Все, что для этого нужно – современный телевизор и новая антенна. Они обеспечат 20 каналов с четкой картинкой и хорошим звуком. Однако тем, у кого телевизор выпущен до 2014 года, придется раскошелиться и на ТВ-приставку. Она стоит около 1 тысячи рублей. В Бурятии аналоговое вещание должны были отключить уже в этом месяце. Однако жителям дали полгода на подготовку к переменам. Окончательный переход с аналога на цифру произойдет 3 июня следующего года. Я бы не сказал, что нужно нам расслабляться. Наоборот, необходимо жителям подготовиться, купить соответствующее оборудование для уверенного приема цифрового телевидения. Сельчанам Бурятии повезло меньше. В 162 селах нет возможности принимать цифровое наземное телевещание. Им придется устанавливать спутниковое телевидение, а это в 5 раз дороже ТВ-приставки. В настоящее время правительство рассматривает варианты поддержки для социально незащищенных групп населения, которые не могут позволить себе покупку спутникового телевидения. Алексей Цыденов вышел из Генсовета Единой России. Кадровое решение приняли на съезде партии. Одновременно с этим глава республики вошел в так называемый Высший Совет партии. По словам политологов, это стало логичным продолжением курса на обновление партии. А для самого Алексея Цыденова это решение стало повышением. Произошла определенная ротация на высшем уровне, что открывает для Бурятии определенные лоббистские возможности. Несомненно, это добавит Алексею Самбуевичу работы и, несомненно, нагрузка увеличится. Но это высокая оценка федеральным центром достижений последних лет, начиная с выборов президента. И я считаю, что это будет иметь большой положительный эффект для республики Бурятия. Не исключено, что это поможет Бурятии лоббировать через парламент страны важные для республики решения. Например, по выделению дополнительных бюджетных средств на нужды региона. Республика представила национальную культуру и кухню на ярмарке. Ее проводили в честь Дней Дальнего Востока в Москве на Тверской площади. Встречали гостей ярмарки представители всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа, включая Бурятию и Забайкальский край. Наша республика показала сувенирную и продовольственную продукцию. Как написал в своем инстаграм глава Бурятии Алексей Циденов, цитирую, «Бузы расходились на ура». С 13 по 15 декабря в павильонах экспоцентра разместится фестиваль Дальнего Востока. Место встречи молодых талантов и перспективных специалистов с работодателями и экспертами. В прошлом году выставку и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч москвичей и гостей столицы России. Впервые в Бурятии пройдет День инвестора. Бизнесмены со всей России, а также соседней Монголии приедут познакомиться с проектами республики. Бурятия стала в два раза привлекательнее для вложений, говорят эксперты и министр экономики региона. Мы по национальному рейтингу, по инвестиционной привлекательности сделали хороший скачок в этом году. В 73 позиции мы переместились на 38. Для того, чтобы в том числе и улучшать позиции в этом ключевом рейтинге, в том числе и проводятся данные конференции. На конференции будут работать три дискуссионные площадки по сельскому хозяйству, развитию, премиум туризма и добыче полезных ископаемых. День инвестора пройдет 14 декабря в здании правительства и Бурятском деловом центре. Продолжаем выпуск. В эти минуты в ФСК идет концерт легендарной рок-группы ДДТ. Музыканты привезли в Улан-Удэ новую программу. Она называется «История звука». В программе собраны лучшие хиты музыкального коллектива, который существует 30 лет. Мой коллега Никита Суханов побеседовал с лидером ДДТ Юрием Шевчуком. Мы собрали 30 лет нашего существования группы. 30 последних дней истории страны. Врать невозможно, потому что многие это все помнят. Это соврать можно про Александра Девского или Вада Грозного. Где никого не было. А тут 30 лет. Вот будут рок-н-роллы. То есть история звука, мы назвали эту программу, история группы звука российского рок-н-ролла на примере одной группы ДДТ. Мой физиологический возраст 30 лет. Время очень такая странная штука. И последний вопрос, как? Я выгляжу не хуже мне. Нормально. Зарядку делаем, все хорошо. Улан-Удэ. Любим. Хороший, да. Жаль, что в Датсан в этот раз не успеем съездить. А так. Но ламам привет от нас монахам. Напомню, сегодняшний визит группы ДДТ в Бурятию третий по счету. Полную версию интервью вы можете увидеть в соцсетях нашего телеканала. Не все сокровища открыты широкому взору. И пример Виктора Зарубина тому доказательство. Бывший преподаватель истории незаметно для себя стал коллекционером. А простое увлечение выросло в дело всей жизни. Илья Балханов своими глазами увидел экспонаты необычной коллекции, которые старше него в несколько раз. Виктор Леонидович в прошлом педагог по истории. Как любого историка, его манят предметы прошлого. И стал наш герой собирать лотерейные билеты с далекого 1971-го. С течением времени это стало больше, чем просто увлечение. Казалось бы, билет купим, посмотрим да выбросим. А когда коллекцию смотрим, многие очень даже удивляются и очень интересуются. Много билетов, конечно, советского периода, это ясное дело. Да, действительно, когда нет какого-то лотерейного билета, номера, там, года или там, тиража какого-то, долго и упорно, как говорится, ищешь, 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 и вдруг находишь, а порой случайно, порой приносит, как говорится. Но здесь радуешься. Самый старый лотерейный билет в коллекции датирован 31-м годом прошлого века. И все же, по сей день не все билеты есть у Виктора Леонидовича. Вот здесь, допустим, четко видно первый номер тиража, второй номер тиража и так далее, третий, четвертый. Собрать очень трудно, конечно, по тиражам, вот и приходится, но пытаюсь. Вот здесь я продемонстрирую. Второго номера тиража у меня нет. Это 60-й год. Увлечение переросло в нечто большее. Виктор Леонидович вдобавок стал нумизматом. Монеты советской эпохи аккуратно, почти с любовью сложены в специальный клясер. Приходится вот их искать. Вы все равно все собрали? Ну, здесь у меня все. Да, все. Здесь у меня, здесь все, конечно. Это очень-очень, ну, как говорится, интересно. Это такое удовольствие для нумизмата, когда все... Ну, конечно. Когда открываешь клясер и смотришь все, это очень-очень приятно как-то сразу. И даже на этом Виктор Зарубин не остановился. Консервы, различные этикетки, ну и, конечно же, ценные по недавним временам бумаги. Вы участвовали в этой пирамиде? Нет, я в этой пирамиде не участвовал. Но, знаете, я очень-очень ругал этого Мавроди, очень-очень. Но сейчас его очень-очень хвалю, то, что остались, как бы сказать, эти билеты достались мне. Виктор Леонидович уже несколько лет не преподает, однако у него есть увлечение, которое не поддается возрасту, является собой неисчерпаемый потенциал. И те, будто лотерейные билеты или старые монеты, особой ценности не несут, но для коллекционера они бесценны. Илья Балханов, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. 14 декабря в Улан-Удэ стартует чемпионат по вольной борьбе в честь Виктора Баймеева. Он проводится уже в 56-й раз и сегодня посвящен 80-летию прославленного спортсмена. Виктор Баймеев – основатель вольной борьбы в Бурятии, старейший тренер и первый борец-вольник республики. Чемпионат является узловым главным соревнованием для борцов региона. Такая честь пригласить наших бывших мастеров ковра, бывших спортсменов, а также любителей вольной национальной борьбы. Потому что борьбы без борьбы никак не можно. Так что приходите и полюбуйтесь, как в течение вот этих 56 лет наши борцы выросли. Виктор Васильевич до 80 лет работает тренером и очень много учеников. Ну, полбурятии, наверное, его ученики. Но все исполтились и проводят эти соревнования. Виктор Баймеев неоднократно на равных боролся с ведущими борцами Советского Союза. А в 1962 году стал инициатором первого чемпионата республики по вольной борьбе. Затем открыл первую секцию вольной борьбы и 15 лет руководил школой высшего спортивного мастерства. Именно тогда появились звезды бурятского спорта Олег Алексеев, Борис Будаев, Сергей Замбалов, Геннадий Манжуев и многие другие. Чемпионат пройдет 14 и 15 декабря в ФСК. Вход свободный. Система государственного дополнительного образования отмечает вековой юбилей. Сегодня в Улан-Удэ открылись выставки, проходят занятия и мастер-классы. Педагоги из районов республики приехали, чтобы поделиться своими знаниями и узнать об инновациях. Екатерина Устюшенко подробнее. В народном пении Кириллу уже 6 лет. Сейчас колледж, далее музыкальная академия. С будущей профессии он уже определился. Родители отдали от детства, и вот я пою, мне нравится. Не пою, друзья, друзья другое слушают. Народное пение популярно. Это показывает востребованность наших студентов, выпускников на работу. В городе требуются руководители коллективов народных. В районах особенно требуются руководители. Что уж говорить, спрос есть и на вокал, и на фортепиано. Сегодня в Бурятии 67% детей посещает дополнительные секции. Ребенок не будет всесторонне развиваться. Духовное развитие, духовное – это все начало, необходимое каждому человеку. Музыка, спорт, живопись или робототехника – неважно. Самое главное – это увлеченность и самоотдача. Мне это все нравится. Я сейчас люблю сюда ходить. Часто очень хожу. Даже иногда уроки выпускаю. Особое внимание доп. образования уделяют на государственном уровне. К тому же 2018 год стал для системы юбилейным. Как-никак сто лет. В Лануде в эти дни открылось сразу шесть площадок. Выставки, интерактивы, мастер-классы для преподавателей. Они приехали со всей Бурятии. Они обмениваются опытом. Смотрят те наработки, которые имеются в учреждениях республиканских и муниципальных. Обмениваются мнениями какими-то. Для того, чтобы завтра с утра, когда у нас с 10 до 12 часов будет происходить в здании правительства круглый стол, они уже имели представление о тех новшествах, которые имеются в системе дополнительного образования детей. И могли предметно обсуждать те перспективы развития, которые стоят перед нами. Задачи много основные – сделать внешкольные занятия более доступными, увеличить охват детей и создать комфортные условия для педагогов. Первые шаги в этом направлении уже есть. Выполнение индикаторов отслеживается ежеквартально и находится на постоянном контроле. Так, к примеру, если в 2013 году средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования составляла 25 700 рублей, то за 9 месяцев 2018 года она составляет уже 32 400 рублей. По прогнозам, система дополнительного образования уже через 7 лет охватит более 80% детей от 3 до 7 лет. Екатерина Устюшенко, Анатолий Пляскин, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Более подробно о событиях в республике вы всегда можете узнать на сайте АТВ и в наших аккаунтах в социальных сетях. На этом все. Всего хорошего и до завтра. В Абсолюте скидка 52% на колбасу деликатесную по-черкизовски. Цена со скидкой всего 149 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Только в Барис. Скидка на порошок Ариэль 40%. На кондиционер для белья Ленор 30%. Барис. Успей купить выгодно. Речь человека нарушена. У него перекошено лицо. Он не может поднять руку или ногу. Это инсульт. Что делать? Незамедлительно вызвать скорую. 0-3 или 103. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти. Действовать нужно быстро. Знание симптомов спасает жизнь. Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Давит, болит, жжет в груди. Боль отдает в левую руку, шею или между лопаток. Одышка и холодный пот. Это инфаркт. Нужно срочно вызвать скорую. 0-3 или 103. Человеку придать сидячее положение и освободить от сдавливающей одежды и ремня. Обеспечить приток свежего воздуха. Знание симптомов спасает жизнь. Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии.